Здравствуйте! В эфире Опер ТВ. Прямо сейчас все самое актуальное и интересное о работе кузбасской полиции. Сегодня в выпуске. Полная декриминализация. В Кузбассе прошла полицейская операция «Ночь». Мужской поступок. В Ленинск-Кузнецком районе участковый полномоченный предотвратил серьезное ДТП. Шипы и розы. Кемеровские полицейские раскрыли ограбление цветочного павильона. В Москве завершил работу 10-й международный конгресс, посвященный организации дорожного движения в Российской Федерации. Участники отметили, что сейчас мотивацией для соблюдения ПДД становится не столько боязнь штрафов и наказаний, сколько стремление к безопасности. Однако некоторые автолюбители продолжают игнорировать инстинкт самосохранения. О таких дорожных лихачах наша постоянная рубрика «Мобильный патруль». В Кемерове отличился ас за рулем вот этого паза. Двигаясь по проспекту в молодежном областном центре, водитель маршрутки забыл об элементарных правилах безопасности на дороге. При перестроении он не включил сигнал поворота и не уступил дорогу попутной машине. Такая беспечность со стороны шофера общественного транспорта едва не привела к печальным последствиям. К счастью, столкновение удалось избежать, и никто из пешеходов не оказался на пути вылетевшего с проезжей части автомобиля. При этом водитель маршрутки, как ни в чём не бывало, продолжил свой путь. Теперь это видео изучают сотрудники госавтоинспекции. Следующие кадры были сняты в Орджоникидзовском районе Новокузнецка. Здесь очевидцы запечатлели, как водитель и кондуктор маршрутного автобуса внесли свою лепту в благоустройство городских дорог. По словам репортера «Мобильного патруля», мусор из салона они выбросили на проезжую часть. Возмущённые очевидцы не смогли оставить такое поведение без внимания и сообщили о произошедшем в полицию. Коллега-водитель общественного транспорта уже привлечён к ответственности за нарушение правил дорожного движения. За езду по пешеходному тротуару ему назначен штраф в размере 2000 рублей. Напомню, что проект «Мобильный патруль» работает благодаря вам, наши уважаемые зрители. Присылайте фото и видео правонарушений и преступлений в специальный раздел на сайте закон.дефиз.кузбасс.ру Лучший ролик будет отмечен специальным призом. Очередным победителем стал автор вот этого видео. На трассе в Топтинском районе водитель БМВ вылетел навстречу из-за фуры и едва не спровоцировал ДТП. За опасный манёвр нарушитель получил штраф в размере 5000 рублей. Заслуженную награду репортеру проекта вручил член общественного совета при главном управлении МВД России по Кемеровской области Роман Бучин. Уважаемый Александр Валерьевич, от имени общественного совета при главном управлении МВД России по Кемеровской области выражаю вам большую благодарность за вашу активную гражданскую позицию. Ваше видео признано одним из лучших. Надеюсь, эта победа будет далеко не последней в вашей жизни. В качестве подарка вручаем вам видеорегистратор. Надеемся, в мобильном патруле будет гораздо больше полезных видео. Спасибо. Спасибо. Ну, данная ситуация была достаточно опасная. Водитель БМВ вышел на встречную полосу, причём, потому что при этом она была занята. И, слава Богу, всё так удачно сложилось. Никто не пострадал. Ну, таких людей надо наказывать. Акция «Мобильный патруль» стала очень мощным инструментом воздействия на правонарушителей. Она позволяет жителям Кузбасса активно участвовать в обеспечении безопасности дорожного движения. И поэтому эта акция стала очень популярна среди жителей Кузбасса. Крупный штраф заплатит владелец массажного салона в Кемерове. Горожане пожаловались в полицию, что в его заведении незаконно продаётся алкоголь. Стражи порядка организовали проверку. Оказалось, что в ассортименте имелись водка, коньяк, виски и различные вина. А вот лицензия на торговлю такими товарами отсутствовала. Полицейские изъяли из незаконного оборота 20 литров спиртного. На предпринимателя были составлены два протокола. По решению суда нарушитель заплатит 100 тысяч рублей штрафа. Вывести из сумрака криминал. Такая задача стояла перед участниками полицейской спецоперации «Ночь». Она прошла сразу в нескольких городах и районах области. Наши журналисты работали вместе со стражами порядка и готовы рассказать о самых интересных моментах. Внимание на экран. Накануне полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Ночь». Массовые рейды прошли во многих городах и районах Кузбасса. Полицейские и общественники устроили их, чтобы обеспечить безопасность граждан. Участники этой операции проверили по месту жительства сотни пьяниц, наркоманов, семейных дебоширов и других лиц, состоящих на учетах в полиции. Также стражи порядка посетили на дому иностранных граждан и владельцев оружия. В Юргее сотрудники полиции пресекли в ходе проведенных мероприятий почти 60 различных правонарушений и задержали злоумышленника, находившегося в федеральном розыске. В Анжеросуджинске инспекторы по делам несовершеннолетних уделили особое внимание неблагополучным семьям. Они проверили более 40 адресов. В одном из них обнаружили многодетную маму, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В этом доме игрушками для детей привычно стали пустые бутылки из-под спиртного. В отношении нарушительницы составлен протокол. Она привлечена к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В Кемерове в рамках операции «Ночь» полицейские задержали грабителя. В одном из общежитий он напал на пенсионерку, забрал мобильник и тысячу рублей, после чего скрылся. Полицейские задержали нападавшего по горячим следам, когда он пришел в ломбард сдавать похищенный телефон. Злоумышленником оказался ранее судимый за убийство, кражи и грабежи 40-летний горожанин. Теперь он дает показания следователю. Тяжело мне об этом говорить, но тем не менее, что... Стащил телефон. Там еще и подавно с телефоном была тысяча. Боже мой! Забрал, забрал и побежал. В Яшкино в ходе операции «Ночь» сотрудники ГИБДД задержали водителя грузовика, который перевозил алкоголь без документов. У него полицейские изъяли около 100 литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в пластиковые бутылки. Откуда все это и для чего предназначалось, мужчине еще предстоит объяснить стражам порядка. В результате проверок, проведенных в рамках операции, полицейские не допустили совершения уличных преступлений. А это означает, что кузбассовцы еще не раз увидят полицейскую ночь. В Кемерове похититель цветов стал фигурантом уголовного дела. Злоумышленник вошел в торговый павильон и, закрыв лицо высоким воротником, попросил упаковать ему 11 роз. Как только продавец собрала букет, посетитель выхватил его и скрылся. Сотрудники полиции по горячим следам задержали похитителя. Цветы пришлось вручить дознавателю. Теперь розы – вещественное доказательство в уголовном деле. Подозреваемый может на 4 года отправиться за решетку. Им под силу распутать самый сложный ребус, найти улики и собрать доказательства вины подозреваемого. Они делают все, чтобы злоумышленники, совершившие преступление, понесли наказание. А потерпевшим был возмещен ущерб. О сложной и невероятно интересной профессии следователя расскажем прямо сейчас. Выпускники, успешно окончившие ведомственные учебные заведения, приступили к самостоятельной работе. Среди выпускников Омской академии МВД – лейтенант юстиции Мария Беседина. Пять лет назад она пришла в этот вуз по стопам старшего брата. Училась один год в гражданском вузе. Интересно, конечно, я не спорю, студенты, они студенты, но курсант от студентов, он отличается кардинально. Очень сплоченный коллектив. То есть ты действительно учишься работать в системе, когда ты стараешься своим однокурсникам, одногруппникам помогать или младшим курсам. Ну, как бы это здорово. Сейчас у Марии в производстве находится 8 уголовных дел. Молодой сотрудник успешно справляется со сложными задачами. Я работаю в отделе полиции Рудничной. Я проходила там практику полугодовой преддипломную. Мне там понравилось очень сильно. Почему? Потому что руководство помогает, помогают девочки, следователи опять же таки подсказывают. И причем очень хорошо. То есть объясняют все подробно. Самым ценным в работе следователя Мария считает умение общаться с различной категорией граждан. Грамотно построенная беседа помогает в раскрытии преступлений, в сборе доказательств, а значит в торжестве справедливости. Ты кажешься себе, наверное, каким-то Шерлок Холмсом, что ты расследуешь дела. И как-никак относительно других профессий ни в коем случае я их никак не ущемляю. Но работа следователя и работа вообще в полиции, она правда интересна. Особенно получаешь чувство удовлетворения, когда возмещаешь ущерб потерпевшему. Участковый полномоченный из Ленинск-Кузнецкого района капитан полиции Николай Капсаргин предотвратил ДТП на железной дороге. Следуя на свой административный участок, полицейский заметил, что на переезде застрял грузовик. К месту происшествия приближался железнодорожный состав. Шлагбаум и барьеры автоматы уже перегородили проезжую часть. При участии граждан полицейский организовал спасательную операцию. За считанные минуты он на патрульном автомобиле при помощи троса отбуксировал застрявшую машину на безопасное расстояние. В результате груженный состав беспрепятственно проследовал через переезд. Этот ролик набрал в сети десятки тысяч просмотров и сотни одобрительных комментариев. При этом сам полицейский считает, что не совершил ничего особенного. Он просто выполнял свою работу. Если хотите узнавать о работе кузбасской полиции по горячим следам, сделайте погромче радио. Теперь про спецоперации и рейды, громкие задержания и приговоры. Героические поступки стражей порядка будут рассказывать журналисты радио Ваня. Программа «По горячим следам» будет выходить трижды в неделю. К слову, это уже пятая подобная радиопередача. Слушайте полицейские новости также на русском радио, на милицейской волне в Новокузнецке, на Кузбасс-ФМ и радио Шансон. И будьте в курсе событий. На сегодня это вся информация. Смотрите нас также на сайте opertv.ru и следите за новостями в аккаунтах кузбасской полиции в социальных сетях. Берегите себя. И всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!